Спасибо врачам. Под таким девизом люберецкие промышленные предприятия подготовили медицинским работникам то, в чем они особо нуждаются. Защитные экраны, маски, костюмы. Врачам главной подстанции скорой помощи, средства защиты, вручил глава округа Владимир Ружицкий. Шквал звонков, усиленный режим работы и железная выдержка. Такой работой скорой помощи не была никогда. Количество вызовов во время пандемии увеличилось на 30%. Сейчас коллектив особенно сплочен. Врачи наши работают в усиленном режиме. Практически кто сутками, кто через сутки работает. Напряженность очень большая. Естественно, здесь у нас идет поддержка в коллективе. Друг другу стараемся помочь. Стараемся как-то разгрузить бригады, то есть как-то обстановку психологическую привести в норму. Центральная подстанция обслуживает весь Люберецкий округ. На страже здоровья жителей круглосуточно задействовано 5-6 врачебных и 20 фельдшерских бригад. Пандемия поменяла подход к работе у всех. Уточняем повод больного, в каком поводу звонят. Если это идет с температурой повышения, мы обязательно узнаем эпидономность, контактный, неконтактный, откуда приехали. А в дальнейшем уже решаем. То есть этот экстренный вызов, не экстренный вызов, если экстренный, срочно принимаем решение. Если имеется подтверждение, что мы уточняем, если есть подтвержденный положительный тест на ковид, тогда наши бригады обязательно одеваются в медицинские костюмы. Если же не подтвержденные, но есть подозрения, мы тогда по возможности стараемся защититься. А защитить самих врачей сейчас пытаются многие. Оказали поддержку объектам здравоохранения и четыре люберезских промышленных предприятия. Первая партия – 10 тысяч масок и 230 защитных костюмов от текстильщиков. Компания, ранее изготавливающая рекламные конструкции, для врачей выпустила защитные экраны для лица. А кофейная компания подарила кофеварке и сопутствующие товары. Наша задача, моя как главы, обеспечить наших медицинских работникам средствами защиты. И мы это делаем. Если, допустим, три недели назад мы еще говорили и искали, где маски, где защитные костюмы, где вот эти защитные маски, то сегодня это все делается. И мы сегодня абсолютно в состоянии обеспечить нашу медицину всем необходимым. Помочь медикам может каждый из нас. Снизить нагрузку и остановить распространение инфекции поможет всеобщая самоизоляция. Оставайтесь дома. Только сообща, мы можем победить пандемию.